День с толком Барнаульские депутаты снова исказили информацию в декларациях о доходах. Накажут ли их на этот раз? У Рубцовского туб-диспансера нет лицензии. Министр здравоохранения провел выездное заседание. Свалка в километре от села. Жители озерок задыхаются, а мусор не выводят. Депутаты Рубцовского горсовета сильно сомневаются, что новый туб-диспансер в Рубцовске появится в ближайшие годы. Напомним, сегодня министр здравоохранения края Дмитрий Попов проводит выездное совещание, где обсуждают судьбу Рубцовского туберкулезного диспансера. Его временно закроют уже через неделю из-за отсутствия лицензии и наказания медицинской помощи. Сегодня глава ведомства назвал варианты решения проблем. Привести в соответствие пока еще действующий стационар, либо найти другие здания под поликлинику и стационар. Депутаты горсовета сильно сомневаются, что проблему можно решить быстро. Я вот уверен, ну минимум, наверное, 5 лет понадобится. Это хорошо, если через 5 лет построится. Но я не верю просто, исходя из опыта, что на следующий, через год будет что-то сделано. Строительство противотуберкулезного диспансера мы не рассматривали. Мы рассматривали первоочередные действия в отношении того, где, используя те возможности инфраструктурные, в городе Рубцовска, мы можем расположиться и начать или продолжать оказывать медицинскую помощь и в 2020 году. Вот об этом первое очень... Если бы я вам сегодня заявил, завтра будем строиться, а сегодня все закрыли, вы бы были абсолютно правы. Мы бы строили, наверное, года 3 как минимум. Если бы был проект, сегодня даже проекта нет. Подробнее об итогах совещания расскажем в ближайших выпусках. С этим надо что-то делать, заявили барнольские депутаты, вновь рассмотрев неточности в декларациях 13 коллег. У некоторых по второму разу. Сегодня это стало вторым по значимости вопросам сессии городской думы, сразу после главной темы бюджета на следующий год. С ним, кстати, должно быть все в порядке. Денег на социальные нужды стало еще больше. Подробности у Анастасии Дороган. Почти 2 миллиарда плюсом. Доходы бюджета Барнаула в следующем году существенно вырастут. Это главный итог обсуждений и изменений ко второму чтению. Общегосударственные вопросы на 20,4 миллиона рублей. Национальная безопасность на 2,5 миллиона рублей. Национальная экономика 352,1 миллиона рублей. Большая часть расходов в социальная сфера. Так депутаты позаботились о росте зарплат бюджетников. Быстрее переезжать в нормальное жилье в следующем году должны жильцы аварийных домов. С новыми объемами в 2020 власти планируют расселить почти 600 человек. Правда, не все посчитали это достаточным. Но несмотря на это, не учтен ряд поправок. Это, извините меня, частный сектор, о котором мы говорим, где дороги, освещение и прочие вещи. Переселение из ветхого аварийного тоже. И несмотря на принятие бюджета большинством, ЛДПР воздержались, коммунисты проголосовали против. Зато единогласное «за» повторялось следом 13 раз. 13 депутатов Гордумы вновь неправильно или не точно заполнили доходные декларации. Звучали претензии прокурора, как правило, так. По ООБ, банк ВТБ, была допущена ошибка при доставлении сведений банкам. Счет банковской карты должен был быть закрыт. Незакрытые карты супругов или неполное сведение их доходов – еще один из вариантов нарушений. Их признали несущественными в Гордуме еще до начала заседания. В итоге почти все делались легким испугом. Две основные меры по представлению комиссии – это предупреждение части депутатов. И части депутатов – это, собственно говоря, мера более такая серьезная. Это запрет на исполнение обязанностей на постоянной основе, на исполнение, на срок полномочия депутата. Другими словами, им запретили занимать оплачиваемые должности в Гордуме до конца этого созыва. Мера построже коснулась четырех народных избранников. Двое из них в списке нарушителей уже второй раз. Идроссовцы Александр Ильсицын и Алексей Маликов. Все-таки, если есть серьезные претензии, всегда с этим надо серьезно разбираться. Но вот так вот, и все, и все, и все. Еще одно мнение, прозвучавшее депутатов – заполнять документы о доходах внимательнее. Ведь неизвестно, к чему могут прийти декларационные рецидивисты. Жителям алтайского села Озерки приходится часами караулить мусоровоз, чтобы избавиться от накопленных отходов. Контейнеров нет, а счет за мусор есть. Местом для временного хранения стала окраина села. Люди от «ароматов» задыхаются. В проблеме разбиралась Валентина Аскерова. Мы стоим и ходим конкретно по мусору. Летом это во всей красе, во всех ароматах. Ранее несанкционированная свалка, теперь санкционированная площадка для хранения мусора. Сюда вывозят отходы с четырех деревень. Рядом жилые дома, а не так далеко – сельский водозабор. Соответственно, весной вся эта вода, с этого мусора, с этой помойки пойдет туда. Хлорирование у нас проводится два-три раза в год. Это мы всегда по графику знаем. Соответственно, мы будем всю эту вкусную водичку пить. Летом еще хуже. Свалка горит. Люди задыхаются. Это же отравление ее токсическое вообще, население. С такой близостью это просто невозможно. Сельской администрации поясняют – площадка временная. Это вынужденная мера. Мусорная реформа в Озерки пришла. Правда, мусорные контейнеры не дошли. Ни денег для их покупки край выделил муниципалитетам 80 миллионов. Но только на Тольменский район нужно 20. Главе Озерского сельсовета Сергею Кузякину пришлось делать выбор – засорять все село или только его окраину. Не вариант, да? Но это лучше, чем 30 вот этих куч по селу, да? То есть мы одну сделали, из которого собираем по селу, вывозим на эту площадку, а с нее уже вывозится. Он здесь не залеживается, чтобы там вонял или там горел или еще что-то. Он просто будет здесь вывозиться почистую, значит, на Заринский полигон. 50 рублей в месяц человека – тариф за вывоз мусора в Озерках. Деньги берет региональный оператор, в данном случае, как комплекс. И в тариф, согласно постановлению правительства, должно быть заложено приобретение и содержание контейнеров, которых, как мы поняли, нет. Есть бестарный способ. Бестарка, но он сложился уже, по крайней мере, в данном селе, где вы были, в село Озерки, достаточно давно, поэтому население привыкло к данному виду. И пока еще, в силу того, что нет мест накопления, оказывается данная услуга таким способом. Рекоператор также поясняет, что бестарный способ временный, пока власти не купят контейнеры. Но как скоро это произойдет, не говорит никто. А ведь денег, которые платят люди за вывоз ТКО, вполне должно хватить на закупку мусорных баков, считают жители. Ну, видите, мешки какие большие. Так, чтобы с запасом, чтобы можно было, ну, просто-напросто, чтобы можно было, даже если не успели вынести, то, как бы, хватило. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Больше 200 кубометров ленточного бора попадет под пилу. В Бийске, в лесопарковой зоне района АБ, продолжают рубить деревья. Местные жители в недоумении. Они уверены, что представители компании «Леспромэкспорт» валят в том числе и здоровые сосны. Кто дал разрешение на такие работы и как проверить, то ли дерево срубили, выясняли наши бийские коллеги. С понедельника в парковой зоне АБ орудуют лесорубы. Это представители компании «Леспромэкспорт». Сейчас активные работы ведутся за спортивным комплексом «Заря». Это что такое? Лес-то рубит? Это в честь какого праздника? Почему? Люди уверены, что лес выпиливают ради деловой древесины. Однако специалисты поясняют, что такие деревья они не валят. В настоящее время проводится выборочная санитарная вырубка. Убираются у нас здесь сухостойные, ветровальные, можно сказать, деревья бурелом, либо какие-то поврежденные, либо уже какими-то вредителями, либо болезнями деревья. То, что убить чан, последует реакция возмущения и лесники, и экологи ожидали. С одной стороны, говорят они хорошо, что люди проявляют сознательность и обеспокоены состоянием леса. С другой, визуально отличить больное дерево от здорового не специалист, не в силах. Например, вот эта сосна на первый взгляд кажется нормальной. Однако на самом деле дерево больное и может заразить соседей. Если не заниматься санитарной вырубкой, в первую очередь мы будем ожидать очень большой вырост насекомых. Будут очаги развиваться, и лес просто-напросто погибнет. О том, какие именно деревья нужно срубить, решала большая комиссия, куда в том числе входили общественники и экологи. Лишнего, говорят представители Леспромэкспорта, они не возьмут. На каждом дереве есть специальное клеймо, причем не одно. 5 сантиметров мы пень оставляем по правилам, как бы, заготовок. И на корневой шейке оставляется клеймо. И потом просто специалист, когда приедет уже с проверкой в весеннее время, после того, как пройдет сжигание, снег растает, уже будет ясная картина, видно. Он подойдет к пеньку, скажет, ага, посмотрим, это дерево спилили или нет, ага, на пне клеемое есть. Все, значит, все сделано правильно. Спиленные больные деревья в основном пойдут на дрова. А вот порубочные остатки лесники сжигают прямо на месте, с соблюдением всех мер безопасности. Выбираю с места, чтобы была поляна. Поляна. То есть, подальше от деревьев была поляна. Пилить больные деревья в лесопарковой зоне АБ будут до середины следующей недели. В общей сложности во время выборочной санитарной вырубки уберут порядка 200 кубометров древесины. А вот что касается местных обитателей, то белкам шум бензопилы, видимо, нипочем. На их аппетите это явно не отражается. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. Семь лучших социальных предпринимателей наградили в концертном зале «Сибирь». Организаторы церемонии «Центр. Мой бизнес». Подробности у Полины Ждановой. Заявки на премию подавали разработчики социальных проектов со всего края. Но получили ее лишь семь из них. Например, такие, как патронажная служба для лежачих больных. Я работал врачом-хирургом и видел, что лежачим больным никто помочь не может. Пожилым видел эту проблему и хотелось найти какой-то способ решения. И возникла вот такая идея и начал уже разрабатывать и воплощать в жизнь. «Центр. Мой бизнес» организует церемонию награждения не первый год. Традиционно в ней участвуют более 50 соцпроектов. В 2019-м подарком для гостей стал образовательный спектакль «Бизнес. Я и жизнь моя». Во сне к предпринимателю, во сне приходит его бизнес. И бизнесу есть что сказать своему хозяину, своему собственнику. И вот эта встреча предпринимателя и своего бизнеса, она очень интересно раскрывает различные аспекты взаимодействия в этих отношениях. Но это были еще не все полезные подарки. Лучшие из лучших получили возможность повысить свои компетенции. Мы решили, что лучшей поддержкой социальных предпринимателей в данном случае будет образовательная. Это сертификат на образовательный курс в хорошем учебном заведении. Образовательный курс, посвященный тоже развитию предпринимательских навыков. По словам организаторов, в этом году заявок на участие было много. Творить добро становится модным. Поэтому социальных предпринимателей стараются поддерживать все больше. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком. Сварщики, ветеринары, кондитеры. Сегодня в крае подводят итог чемпионата молодые профессионалы. Это этап всероссийского WorldSkills Russia. Он проходил в течение недели. Молодежь 31 рабочей специальности показала, на что способна. За парой этапов наблюдали мы вместе с оператором Андреем Печоркиным. Сравните. Да, разница есть. Но участникам от 17 до 22 лета критерии жесткие. Горизонталь, вертикаль, красота и толщина швов. Соответствие чертежу на региональном этапе чемпионата WorldSkills студенты не должны уступать профессионалам. Задания очень сложные. В прошлом году на чемпионате, в таком же чемпионате, который проходил в прошлом году третий раз, в этом году четвертый раз, задания были намного легче. Сейчас они усложняются с каждым годом. Это чтобы уровень участников повышался. Тот, кто выиграет здесь, будет биться за право пилить кирпич уже во всероссийском финале. Но даже на региональном этапе конкуренция мощная. Это для меня на призовое место как бы не рассчитываю сильно на первое, тем более. Так как все участники сильные, все подготовленные. А почему такую профессию выбрал? Ну, потому что не получилось. Некоторые институты поступить пошел в колледж и запало в душе профессия. А, то есть тебе прям нравится? Да. Участники – это студенты колледжей. Но, по мнению экспертов чемпионата, некоторые из них уже профессиональнее действующих каменщиков и монтажников. Тот диплом, который они здесь получат, статус, он как-то на их дальнейшую зарплату, когда они уже устроятся, обратиться. Я думаю, конечно, да. То есть уже будет работодатель смотреть, какой диплом у человека, где он учился. Кстати, работодатели уже смотрят. Только не на диплом, а на качество кладки или работы с гипсокартоном. Представители компании посещают чемпионаты и направляют своих специалистов в качестве экспертов. И молодежь пока держит уровень. Некоторых студентов вербуют за годы до выпуска из колледжей. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. День с толком. Немецкие туроператоры уверены, что алтайские курорты лучше, чем европейские. С 3 декабря их знакомили с алтайским краем. Сегодня они поделились впечатлениями в рамках встречи с российскими турфирмами. Нашим гостям показали горную зону, санаторий Белокурихи, Бирюзовую Катунь и другие объекты. До этого участники встречи побывали в 8 регионах Сибири. К нам приехали из Южно-Сахалинска. Алтайский край зарубежным и российским туроператорам понравился. Итогом стало подписание меморандума о сотрудничестве с регионом. Иностранцам понравился лебединый заказник и фольклорные музеи. Но больше всего их восхитили санатории. Поражен тем, что увидел и не только красотой природы, о которой много слышал, но и возможностями Алтая по приему туристов. То, что мы увидели в ваших санаториях, конечно, мы увидели далеко не все. Хочется сказать однозначно, Карловы вары отдыхают. Я, конечно, не был в Карловых варах, но тоже с удовольствием сравнил бы уровень санаториев. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания Валар. До встречи в эфире. Смотрите нас также на нашем канале в YouTube, в соцсетях, Instagram, ВКонтакте и Facebook. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok